Это просто чай. Нужно апрельный чай, крепкий, выпить его... Это что за чай? Поцеловать чай, да? И витамины сразу начнут вырабатываться самим организмом. Целые процедуры, необходимо сделать церемонию для того, чтобы попить вкусный чай. Татьяна, доброе утро. Подскажи, бодрит ли тебя чай? И какой? Да, и как? Так. Коллеги, сейчас попробую вам и обязательно все расскажу. Но на самом деле вот этот чай очень мягкий у него вкус. С удовольствием представлю вам сегодня своего гостя. Зовут его Роман Углев. Это мастер чайных церемоний. Сейчас у него все секреты узнаем. Доброе утро, Роман. Здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, что вот это за чай? И правда ли, что он может придать бодрость? Именно вот в такую вот погоду весной видели, да, что сейчас идет мокрый снег. В общем-то, все, что хочется, наверное, это сейчас остаться дома, поспать. А что, какие чаи нужно пить, чтобы действительно взбодриться? Да, совершенно верно. Чай помогает взбодриться, согреться, пробудить разум. Вот, и сейчас мы с вами пьем красный чай, который называется джэншань сяо джун по-китайски, или малый сорт из прямых гор. Но те сорта, которые в Китае называют красными, у нас называют черными. То есть это классический черный чай? Это, ну, близкий, близкий, ближе всего. Что здесь в составе? Расскажите. Здесь секрет в технологиях, здесь дополнительных компонентов нет, просто листья этого чая, они коптятся над сосновыми иглами и сосновыми дровами. Как нужно правильно его вообще заваривать? Сколько градусов должна быть вода, например? И сколько минут? Угу. Если мы завариваем его вот в таком небольшом чайнике, температура воды 90 с лишним. У меня есть вот специальный чайник там с термодатчика, я могу следить за этим процессом. И завариваем мы его в принципе где-то 10-20 секунд. Этого хватает, чтобы его раскрыть. Давайте я вам еще добавлю. С удовольствием попробую. Расскажите, какие еще есть чаи, действительно, вот, чтобы взбодрить людей? Какие еще, что еще можно? Я знаю, что очень бодрит чай пуэр, например. Да, да, да. Вот сегодня мы его тоже будем обязательно заваривать. Давайте покажем. Это прессованный блин пуэра. Вот он уже тут почат. Мы его пьем пару месяцев. Угу. То есть вот так вот он выглядит? Мы его будем отламывать и кусочки тоже заваривать. Очень хорошо бодрит с утра, в поездельник. Согласна. И во вторник, кстати говоря, тоже. Давайте, может быть, еще с вами какой-то чай сейчас заварим. Как нужно, например, вот правильно заваривать пуэр? Угу. Угу. Итак, для начала нужно прогреть посуду. То есть налить горячую воду. Налить горячую воду в чайник. Давайте я вот, чтобы было видно, этот уберу. Угу. Этот поставлю здесь. Угу. Он прогревается. Затем мы берем... Отрываем, получается, чай пуэр, правильно? Затем мы сламываем, да, или специальным ножичком кусочек пуэра. Дальше выливаем воду. Ну, если у нас есть пустые чашки, мы их можем тоже ополаскивать. Угу. Угу. Все поняла. Скажите, пожалуйста, Роман, вообще вот, конечно, по утрам у многих людей времени вообще нету, да? То есть, ну, грубо говоря, то есть все в попыхах. Есть такая тенденция. Да, то есть все в попыхах, да, если там быстро выпил чай или кофе побежал. Это вообще правильно или нет? Или нужно действительно чаем наслаждаться, чтобы почувствовать вот этот вот нужный эффект? В данном случае это бодрость. Да, очень правильный вопрос, действительно. Но я утром пью хороший чай, но не обязательно вот целую чайную церемонию провожу. У меня, может быть, один чайник, одна пиала. И в минимальном варианте я вот завариваю в нем чай, наливаю и потихоньку пью. Но главное на время остановиться, замереть, пребывать в настоящем состоянии. И вот включаться вот в этот процесс, чай заваривать. Чай помогает как бы экономить время на дальнейших действиях. За счет того, что выстраиваются по полочкам уже дела, события организуются лучше, мышление более правильно начинает работать, четко, ясно. И на чай, в общем, время оно себя оправдывает. Согласна. Ну что, как нужно правильно заваривать, получается, чай поэр? Давайте еще раз с вами повторим. То есть вот у нас с вами есть посуда. Мы туда положили, получается, часть вот этого блина. Правильно вы его назвали? Сейчас мы это и сделаем. Можно немножко разломить наш кусочек пыра. У пыра есть разные свойства. В том числе полезен он для пищеварения, ну и для активности нервной системы. И завариваем, получается, кипятком. Сколько чая? Сначала. Подождите, подождите, подождите. Вначале нам нужно вот эту первую заварку слить. Мы ее сливаем, мы ее пить не будем. Она нужна, чтобы оживить чай, его прогреть, раскрыть. И вот давайте посуду мы можем, во-первых, сполоснуть, во-вторых, вот так вот сделать. Ой, как красиво, это необычно. Еще есть у нас специальные щипцы, чтобы не обжигаться, чтобы аккуратно брать. И вот так прогреваем чайник с одной стороны. И считается, что мы его воспитываем. То есть и снутри, и снаружи он уже снабжается у нас чаем горячим. Сколько сейчас он будет у нас с вами завариваться? Пуэр можно заварить подольше, где-то полминуты, может быть, ну, в зависимости от температуры, от объемов. Роман, если вот еще кратко, какие еще есть чаи для бодрости, какие еще можно купить? Вот сейчас наши телезрители, перед тем, как еще не ушли, может быть, на работу, какой чаще можно, может быть, сегодня купить, заварить? Что там должно быть обязательно в составе, такой вот для бодрости? В составе, и вот есть морали корень, еще очень ценное растение. Я вот сам его тоже собирал в ергаках. Тонизирует очень хорошо, выносливость, заезжает. И еще чай с женщинем, достаточно полезен. Спасибо большое, Роман. Коллеги, хочу вам с удовольствием еще раз представить Романа Угрева. Это мастер чайных церемоний. Я сейчас буду пробовать вот этот вот замечательный чай Пуэр. Обязательно приеду, вам расскажу все о своих впечатлениях. Ну, на самом деле, вот после уже первого чая, могу сказать, что действительно почувствовала прилив бодрости. Роман Углев, ищите его в соцсетях, все вам обязательно расскажет, какие чаи нужно пить для бодрости, или, например, чтобы успокоиться. Спасибо вам огромное, что это утро вы встречаете вместе с нами. Коллеги, вам отличного настроения. Валера, ты, пожалуйста, расскажи, пьешь ли ты бодрящий чай или нет? А по мне не заметно, Тань.